В июне Пашинян и Алиев подпишут соглашение по Горобаху, согласно которому армянская сторона в контексте косвенных компромиссов будет вынуждена уступить несколько районов. С таким заявлением выступил российский политолог Станислав Тарасов в армянской газете 168 ЖАМ. Несмотря на утверждение о том, что детали не обсуждаются, мы взрослые люди и прекрасно понимаем, что если нет конкретной темы для разговора, то и говорить не о чем. Касаясь заявления Пашиняйна о том, что Карабах должен стать стороной переговоров, политолог отметил, что армянские политологи и эксперты романтики, если считают, что ничего не может быть решено без Карабаха. Решается, как видите. Газета 168 ЖАМ пишет. Азербайджан заявляет, что ему необходимо вернуть часть районов. Он открыто говорит об этом. А что собирается предпринять Армения, неясно. Армянская сторона молчит. Но если бы армянская сторона не говорила с азербайджанской стороной об этом, то Алиев никогда бы не стал вот так общаться с Пашиняном, а угрожал бы войной и говорил бы на языке ультиматума. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 марта проведут в Вене переговоры, которые состоятся на фоне нового обострения в зоне Карабахского конфликта и все более жестких заявлений сторон. Ильхам Алиев подверг резкой критике Ириван в связи с призывами Никола Пашиняна изменить формат переговоров, сделав их участником сепаратистский Нагорный Карабах. В Баку называют это попыткой блокировать переговорный процесс. Никол Пашинян призвал не считать венскую встречу полноформатными переговорами. На начальном этапе эти встречи конкретной повестки иметь не должны, необходим широкий круг вопросов. Мы должны обменяться мнениями по разным вопросам, заявил Пашинян. Накануне новой встречи Алиева и Пашиняна стороны сообщили о новом обострении в зоне Карабахского конфликта. На сей раз произошло нарушение режима прекращения огня, при этом не обошлось без жертв. В заявлении Минобороны Азербайджана говорится о том, что 26 марта подразделения вооруженных сил Армении прибегли к провокациям на различных направлениях фронта, в результате которых во вторник вечером погиб азербайджанский военнослужащий. В то время как Никол Пашинян не спешит и подчеркивает отсутствие предпосылок для возобновления диалога, Ильха Малиев напротив дает понять. Пауза затянулась и новое руководство Армении должно проявить готовность к возобновлению диалога с Баку. При этом азербайджанская сторона настаивает. На этих переговорах третий лишний. Продолжение следует...